здравствуйте дорогие коллеги сегодня мне бы хотелось затронуть такую довольно таки актуальную тему на сегодняшний день это заболевание нижнего отдела мотиводелительная система у собаки и кошек и нутриативная поддержка таких животных значит классификация начнем с классификации флайн лавр уринари тракт дезис это заболевание нижнего отдела мотиводелительной системы вот вы видите аббревиатуру как это можно чаще всего встретить в литературе по данным статистике как правило вот я думаю что у каждого из вас раз в неделю так точно приходят кошки к вам которые у которых нарушен нарушение мотиводелительной системы то есть симптомы полакеурии дезурии животное не может сходить в туалет либо же либо же наблюдается трудности с мочеиспусканием как правило 50 70 процентов это идиопатический цистит то есть такого животного вы осматриваете спрашиваете у владельцев если были ли в анамнезе стресс-факторы которые могли подействовать на кошечку пальпируйте мочевой пузырь он как правило пустой не наполненный может быть болезненный тогда у нас уже есть предпосылки к диагнозу идиопатический цистит данное заболевание как правило встречается у молодых кошек в то время как бактериальный цистит чаще всего встречается у кошек старше десяти лет и составляет всего лишь 2-10 процента опять-таки важно сказать что у здоровых кошек данный вид цистита встречается очень редко то есть должны быть комаровидные заболевания либо же состояния которые дают нам предпосылки для развития данного заболевания у собак ситуация немножко другая но мы с вами потом поговорим об этом к другим заболеваниям мочевыводящей системы которые составляют довольно таки ну вот четверть из всех заболеваний это уролитиаз то есть формирование сначала осадка в мочевом пузыре и потом уролита и обструкции уретры обструкции уретры как правило происходит так называемыми пробками это плакс на английском я расскажу чего одни состоят и очень редко это встречается анатомические особенности такие как структура уретры различные новообразования как в уретре так могут быть и в мочевом пузыре которые нам решают выходу нормальному выходу мочи либо же либо же дискомфорту при мочеиспускании и поведенческие проблемы менее 5 процентов но по это по статистике скажу вам из практики что намного чаще встречаются поведенческие проблемы которые тоже важно брать под контроль какие же у нас клинические признаки заболевания мочевыводящей системы у кожи это полакеория то есть повышенная частота мочеиспускания у котика чаще всего малыми порциями она как правило сопровождается дискомфортом у животного и может даже вокализация быть и боли дизурия это затруднение мочеиспускания странгурия невозможность выделения мочи переурия это мочеиспускание в неположенных местах как правило этот этот симптом является можно сказать ключевым в диагностике поведенческих проблем кошек и гематурия это наличие крови мочи она может быть скрытая то есть животное например испытывает полакеорию то есть симптомы невозможности мочеиспускания повышенной частоты мочеиспускания владельцы не видят крови при этом при исследовании образца мочи такого животного мы видим наличие скрытой крови большого количества эритроцитов и так к нам пришло такое животное что мы делаем дальше какой же у нас алгоритм диагностики чтобы ничего не пропустить и чтобы понимать куда идти дальше мы видим клинические признаки первое что мы должны это состав это спросить у владельцев расспросить то есть собрать детальный анамнез это нам будет очень важно очень часто владельцы путают дизурию с дисхизией то есть животное очень часто присаживается и присаживается вот на лоток но не продуктивно то есть либо же мочеиспускание очень малыми порциями либо же вообще нету мочи нам очень важно понять что испытывает наша кошка в данный момент у нее проблемы с кишечником то есть она не может сходить в туалет у нее может быть капростаз либо же просто запор либо же это действительно заболевание мочеводящей системы были ли какие-то стресс-факторы то есть от банального вернулись позже раньше с работы владельцы либо же были гости либо же родился ребенок ну для кошки стресс мы знаем что это все что угодно может быть либо же просто не так посмотрели не так взяли на ручки кошку физиокальное обследование конечно же очень важно то есть мы пальпируем наше животное мы смотрим везде ну то есть это это must have must to do и очень важно спросить много ли мало на начало наше животное пить то есть если симптомы полидипсии полиурии много пить и много писать соответственно потому что это нас наталкивает на системные заболевания системные заболевания которые могут либо же мимикрироваться либо же приводить к заболеваниям мочевыводящих путей вот например у 90 процентов кошек с сахарным диабетом наблюдаются циститы скрытые циститы и которые рецидивируют которые не видят владельца но сколько мочи есть глюкоза создается очень хорошая среда для проживания этих бактерий поэтому цистит скрытый у кошки может быть поэтому на системные признаки мы также обращаем внимание после сбора анамнеза мы конечно же просим владельцев провести собрать собрать мочу то есть просим для начала соберите мочу принесите мы посмотрим нам очень важно измерить удельный вес это я вам говорю то что мы сможем сделать в клинике уже на приеме чтобы у нас была первичная информация я вам хочу сказать что что у вас должно быть обязательно в клинике это рефрактонный он может быть для кошек он может в идеале конечно для кошек он может быть стандартный то есть ветеринарный либо же он может быть хотя бы из гуманной медицины потому что тест полоски в этом случае они не о чем огромная просто огромная разница измерения удельного веса мочи рефрактометром и тест полосками почему я говорю об этом что это очень важно потому что удельный вес мочи то есть ее плотность они это это показатель он нам дает уже предпосылки подозревать если бактериальный цистит у кошки если у кошки хронические заболевания почек то есть насколько разбавлена наша моча потому что в концентрированной мочи не настолько благоприятно развиваться бактерия как в разбавленной мочи и опять-таки это важно для риска формирования уролита у данного животного важно таж мочи измерить конечно же посмотреть клеточный состав под микроскопом и осадок мочи после исследования мочи нам очень важно взять об этом я уже расскажу потом о бак посеве и так исследование мочи что еще важно вот по исследованию мочи у нас нет органических патологий все окей то есть моча нам никаким образом не дают предпосылки на подозревание на подозревание на подозревание кого-то органического заболевания мы можем подозревать поведенческую проблему очень часто у таких кошечек мы можем увидеть вылизанный то есть почти нет шерсти то есть области аллопеции в области паха в области живота и в области внутренней поверхности дозер это говорит о чрезмерном груминге данного животного то есть что что это значит это значит что животное испытывает либо же зуд в данной области либо же дискомфорт в области мочевого пузыря либо же симптомы абиссирно-компульсивного поведения то есть у животного присутствует тревога и она себя чрезмерно вылизывает мы можем говорить о поведенческой проблеме первое что нам нужно сделать это модификация внешней среды в данном случае то есть очень часто встречается когда в доме две-три кошки один два лотка важно помнить одна кошка два лотка на кошку потом наполнитель кошка может просто не любить вид наполнителя который у нее есть здесь даже даже песок обычный песок с улицы кошке нравится погрестись в этом песке и она будет в него отлично таких ходить опять-таки расположение лотков крытые лотки не крытые лотки потому что здесь 50 на 50 одни животные любят крытые лотки другие животные просто не приемли данный вид лотков и нутритивная поддержка тоже очень важно об этом я поговорю попозже по поводу модификации внешней среды еще важно сказать что нам нужно делать для данного животного условия в месте обитания максимально приближенные к естественным то есть поскольку кошки у нас хищники они очень любят повышенности всякие мы модифицируем наш дом нашу квартиру к внешней среде ну то есть максимально приближена к внешней среде чтобы кошке было комфортнее жить и так возвращаемся к анализу при пальбации мочевой пузырь у кошки перенаполненный у нас наблюдается боль у нас наблюдается задержка мочеспускания первое что мы должны заподозрить это подозреваем обструкцию мочевыводящих путей здесь животному должна быть провести быть проведена ургентная терапия и выявление первой причины по поводу ургентной терапии я расскажу всегда ли нам необходима катетеризация либо же нам либо же мы можем обойтись без катетеризации мочевого пузыря потому что с катетеризацией они так все просто ну конечно просто как бы вымыть мочевой пузырь подшить катетер допустим животному будет нормально мочиться но здесь тоже есть свои как бы подводные камни о которых важно помнить я катетеризации отдельные моменты расскажу опять-таки после этого мы минимизируем если же у кошки мочевой пузырь не наполнен мы подозреваем идиопатический цистит кошек мы минимизируем стресс-факторы модифицируем внешнюю среду и проводим анальгезию возможно так и даже назначение успокаивательных средств и антидепрессантов в дальнейшем и так с этим пунктом разобрались возвращаемся к анализу мочи у нашего животного в ананнезе есть полидипсил полиурея например то есть системные признаки уже снизенная концентрационная способность почек и может быть воспаление в мочевом пузыре то есть удельный вес мочи меньше 1,035 то есть моча разбавленная мы проводим обязательно такому животному полное обследование это гематология крови и биохимический анализ крови для диагностики первичного заболевания также обязательно проводим баг-посев с чувствительностью к антибиотикам и конечно же по результатам хотя бы биохимии общего анализа крови что нам уже будет понятно мы начинаем незамедлительно терапии первичного заболевания как правило это может быть либо же хроничная либо же остропочная недостаточность либо же эндокринные патологии таких как сахарный диабет что встречается на что встречается очень часто также по исследованию мочи мы смотрим если же мы подозреваем заболевания нижних отделов мочеводящих путей таких как цистит либо же скорее всего это будет бактериальный цистит либо же идиопатический цистит либо же другие воспаления мы конечно не проводим биохимию гематологию баг-посев и визуальные методы диагностики это для начала мы проводим рентгенографию потому что наличие уролитов они как правило рентгенконтрастные но могут быть и нерентгенконтрастными мы рентген можем проводить с контрастом и конечно же мы делаем УЗИ итак если же у нас в мочевом пузыре есть воспаление допустим гематериапиаурия и удельный вес меньше 1,35 хорошо если это у нас первичный эпизод потому что в данном смысле мы не дождаемся баг-посева мы назначаем антибиотикотерапию антибиотиком выбора первым это будет амоксицелин прибежаем амоксицелин с клавлановой кислотой не меньше 7-14 дней об этом я расскажу немножечко попозже как мы подбираемся к антибиотикам и смотрим на ответ на терапию итак какие же могут быть другие патологии другие патологии это может быть уролитиаз то есть конкременты в мочевом пузыре инфекция мочевыводящих путей и что встречается редко но об этом важно помнить это неоплодие итак на что мы обращаем внимание при исследовании мочи первое нормальная мочи это 5,5-6,5 то есть слабокислая реакция мочи больше таки кислая важно понимать что изменяется мочи физические и химические свойства мочи они изменяются при хранении образца то есть моча должна быть проведено исследование в течение двух часов но также важно помнить что бактериальная активность бактерий которые есть в моче если они там присутствуют она повышается при хранении поэтому как можно быстрее мы проводим мочу важно сказать что влияет состояние стресса при заборе мочи это очень важно потому что очень часто на приеме допустим мы когда животному следует сделать несколько манипуляций в состоянии стресса у них случается непроизвольное мочеиспускание мы берем данную мочу на исследование кошка испытывает стресс в состоянии гипервентиляции наблюдается и свойства мочи также могут изменяться питания время суток в которой была собрана моча также может повлиять на образцы на свойства мочи значит если же у нас повышенный pH мы можем говорить что наличие уролитов это один из таких моментов на которые следует обратить внимание но не является как бы нам ключевым потому что нужно проводить дальнейшие исследования это наличие уролитов именно в дистальном отделе мочевыводящих путей и опять-таки измеряем pH метром не ориентируемся на тест полоски потому что во-первых хранение этих тест полосок во-вторых каждый из нас видит цвета по-разному ну то есть буквально изменение цвета на тест полоски оно может уже указывать на более щелочную либо же более кислую мочу и ваш коллега допустим посмотрит на оттенок цвета этой тест полоски для него будет что моча более кислая для вас будет что моча более щелочная поэтому измеряем только pH метром плотность мочи в норме в норме у кошек довольно таки концентрированная моча это 1,35-1,0,50 это важно помнить поэтому разбавление мочи это нехорошо мы это понимаем меряем только рефрактометром это must have если у вас в клинике нет рефрактометра первое что нужно сделать это его купить по тест полоскам не ориентируемся очень важно сказать что глюкозырия у кошек ну вот мы понимаем что вот мы делаем допустим забор крови никого сейчас не удивит что если у кошки там при биохимическом исследовании образца крови будет глюкоза в крови 10 допустим мы уже понимаем что кошка в стрессе как правило при заборе мочи и мы и мы понимаем что важно взять этот момент и сказать что скорее всего у вашего животного без наличия клин признаков то есть на первом осмотре стрессовая стрессовая глюкоза в крови но важно понимать что у кошек может быть глюкозырия также стрессовая то есть не всегда у животного сахарный диабет и стресс также повышает плотность мочи то есть мы видим что плотность мочи нормальная либо же повышенная и глюкоза у кошки глюкоза у кошки повышена в моче то есть глюкозурия есть при этом кетоновых тел нет в этом случае нам важно сказать придите пожалуйста еще раз в клинику просто для измерения глюкозы в крови пусть ваша кошка сидит и будет первой в очереди то есть владельцы зашли кошка первая в очереди не вынимаясь переноски мы меряем ей глюкометром из ушка измеряем глюкозу в крови либо же просим владельцев это конечно идеальный вариант провести серийные измерения глюкозы в крови в домашних условиях после этого мы уже будем понимать есть ли у нас предпосылки для диагноза сахарным диабетом в этом мы с вами говорили на одном из предыдущих вебинаров что здесь все не так просто здесь мы ориентируемся на клинические признаки также и здесь у нас должен сложиться пазл поэтому я вам просто хочу сказать что глюкозурия может быть также стрессовой физиокальная все два недавно кошечки очень важно сказать о почках потому что что есть у наших кошек и что очень на самом деле печально то что у кошек может быть восходящая инфекция мочеводительной системы то есть допустим мы не взяли под контроль инфекцию нижних вводящих путей под контроль у нас у кошки может развиться пиелонефрит либо же пиелонефрит он может быть первичным и инфекция будет нисходящей то есть уже будут воспаляться нижние отделы мочеводительной системы при этом ну будет конечно по анализу мочи видно что много лейкоцитов в образце и будет пиуре как правило но также будет на УЗИ будут очень расширены лоханки на УЗИ это может быть единственная находка на УЗИ но пиелонефрит довольно таки серьезное заболевание которое очень важно взять под контроль по поводу почек еще что важно если на УЗИ мы видим уменьшение размера почек мы можем подозревать хроническую болезнь почек у данной кошки будет наблюдаться тезурия которая как правило бывает вследствие инфекции мочеводительных путей реномегалия если у кошки увеличены почки мы можем увидеть новообразование то есть как правило новообразование у почек это у кошек лимфомы она у нас будет всегда билотеральная также что мы можем заметить это маленькая почка большая почка если допустим в одном из отделов мочеводелительная система как правило там в мочеточнике есть уролит моча не будет нормально выходить из почки мы будем видеть такую картину как несоответствие размера почек то есть small kidney одна почка будет уменьшена в размере вторая будет увеличена в размере почки также может быть при реномегале может наблюдаться при инфекционном перитоните это будет уни или биллатеральная то есть в почке мы будем наблюдать не всегда но это одна из находок это такие как бы каенки почки каенки кальцинаты даже можно назвать одно из находок и либо же абсолютно какие-то другие находки в почках которые нам также могут быть одним из картинок которые одним из элементов пазла которые могут указывать на то что у кошки есть инфекционные перитоните гидронефроз может также быть уралитиаз либо же длительная обструкция уретры что мы можем также видеть на УЗИ и что может у нас называть реномегале данного животного ну и конечно что не очень хорошо но что бывает конечно мы все люди но бывает когда неправильно проведена стерилизация это легирование мочточников при проведении аварии гистеректомии у нас приводит к реномегале неприятное довольно таки состояние требует хирургического вмешательства но оно бывает ну вот на УЗИ картинки вы видите гиперогенный нефролит что можете очень часто как бы увидеть внутри дивертикула почки соответственно мы видим растяжение лоханки и растянутая анахогенная жидкость ну и довольно таки вот на нижней картинке характерная картина при лимфоме почки как я уже сказала она будет билатеральной начнем с бактериального цистита бактериальный цистит он очень редко встречается у здоровых кошек как правило это кошечки старше 10 лет то есть старше 7 лет но более уже пожилые животные инфекция мочеводящих путей то есть бактериальный цистит он может быть он разделяется на спорадические простые и осложненные это 3 и больше эпизода в год и также может быть скрыта бактериурия когда не наблюдаются симптомы цистита но бактерии мочи будут тоже важно брать под контроль и проводить дальнейшую диагностику итак если же у нас спорадические простые циститы они могут быть и у здоровых кошек даже молодого возраста с нормальной анатомией и функцией мочеводящих путей по поводу бактериального цистита кошки старше 7 лет обязательно проверяем на наличие сопутствующих заболеваний системных таких как сахарный диабет гипертиреоз заболевания почек хроническая болезнь почек катетеризация уретры в анамнезе очень-очень важно потому что когда мы катетеризируем уретру мы ее не можем мы не можем ввести этот катетер идеально в любом случае у вас будет повреждение уретры и в любом случае будут кровоизлияния на уретре потом когда это все заживает у нас у нас будет замещение соединительной ткани таким образом возникают структуры уретры которые потом являются предрасполагающим фактором для развития любых заболеваний мочевыводящей системы не только бактериального цистита но когда есть уже повреждения мочевыводящих путей при катетеризации то это уже естественно будут ворота для проникновения инфекции кошки которым была проведена уретростома также является в группе риска для инфекций мочевыводящих путей и патологии репродуктивной либо же мочевыводительной системы при анализе мочи как правило мы обращаем внимание на то что низкий удельный вес который является также предрасполагающим фактором важно сказать что большинство инфекций мочевыводящих путей вызвано бактериями реже это грибы и паразиты еще мне бы хотелось сказать что я встречала публикации о роли вирусов хронических вирусов которые оказывают системные системное влияние на кошечек но оно не доказано поэтому ну то есть единственные были публикации даже может быть калийцевирус герпес вирус ну калийцевирус он более такое системное заболевание здесь можно предположить герпес вирус как бы заболевание респираторного тракта но оно также оказывает влияние на всю систему организма если бы мне хотелось еще добавить конечно более такие варианты ну вот если мы очень сомневаемся с калийцев и герпесом то есть можем ориентироваться только на отдельные публикации то конечно же вирус ликоза иммунодефицита кошек он играет очень важную роль либо же да иммунодефицит ликоза он играет очень важную роль на весь организм поэтому инфекция мочевыводящих путей для них это нормальная вещь для этих кошек с допустим симмунодефицитом и также инфекционный перитонит он может оказывать влияние на мочевыводелительную систему еще мне очень важно сказать что при бакпосеве у кошек допустим будет эшерихиаколи вы видите бакпосев и мы говорим что предрасполагающим фактором также является заболевание желудочно-кишечного тракта опять таки вопрос каким боком стоит желудочно-кишечное заболевание к инфекциям мочевыводящих путей ответ прост кошки наши груминг для них составляет ну это просто мастхэв для нашей кошки груминг это очень важная часть ее жизни кошка вылизывается таким образом она может себе сама занести ту же эшерихиаколи из желудочно-кишечного тракта то есть из ануса в мочевыводящую систему поэтому это является одним из находок которые могут быть либо же одним из артефактов потому что эшерихиаколи она может быть и на шерсти которая допустим ну на отверстия особенно у кошек они уретра и то есть влагалище и анус они довольно-таки небольшое расстояние между ними то есть это может быть как случайная находка в аналитике мочей эшерихиаколи либо же патогены которые встречаются в мочке сопутствующие факторы для бактериального ацестита это недержание мочи оно может быть связано с особенностями анатомии у кошечек то есть медицинские вмешательства на уретре нижняя плотность мочи мочи которая является разбавленная моча всегда является очень хорошей средой для размножения бактерий хронические заболевания почек это я уже сказала скрыто бактериария плюс активный осадок в мочевом пузыре это как бы такое бактериария плюс активный осадок и мы уже видим бактериальный заболевание ЖКД как я уже сказала что эшерихиаколи заносится при груминге и избыточный вес тоже является одним из предрасполагающих факторов этого котика который вы видите на данной картинке итак терапия неосложненного цистита то есть вспоминаем неосложненный цистит это который возник у нас парадически нету никаких других это как правило не рецидивирующий цистит то есть первично выявленный и нету других системных заболеваний у данной кошки важно сказать что антибиотик мы назначаем до получения результатов бак посева антибиотиком выбора это будет амоксетилен с клавулановой кислотой я за то чтобы я буду на этом настаивать всегда что я за то чтобы почти все препараты вводились кошкам пероз если это возможно во-первых минимизация стресса у данной кошки во-вторых снижение значительное снижение возникновения постинкционной фибросаркомы поэтому как только можем мы вводим пероз кошкам не носим каждый день в клинику и не делаем инъекции вашей кошки даже с собой проведите аналогию что никому не будет приятно принимать уколы каждый день поэтому назначаем препараты пороз бро амоксетилен с клавулановой кислотой дозировка 12,5-25 мг на килограмм пороз каждые 8-12 часов если же мы используем амоксетилен без клавулановой кислоты уже доказано что мы используем его каждые 8 часов то есть 3 раза в день не 12 часов а 8 часов это очень важно сказать чтобы не добиться антибиотикорезистентности 3-метоприем сульфа это 15 мг на килограмм 2 раза в день важно сказать что меньше 7 дней неэффективно таким образом минимум 7-14 дней но на что я здесь как бы ориентируюсь мы назначаем антибиотик кошки то есть антибиотик первого выбора на протяжении 7 дней у нас готовится бак посев через 7 дней у нас будет бак посев мы будем понимать чувствительно ли данный микроорганизм к антибиотику выбранному мы либо же продолжаем либо же меняем антибиотик пожалуйста мы берем бак посев путем цистоцентеза не боимся этого ну это является золотым стандартом и избегаем антибиотик который не выделяется с матчами например это макролиды потому что эффективность не будет наблюдаться с данных от данных антибиотиков еще мне очень хочется сказать что сейчас всемирная проблема вообще вот в контексте не только заболеваний мочеводящих путей в контексте вообще ветеринарии гуманной медицины это антибиотикорезистентность поэтому никогда не играемся с этим назначаем light over можно сказать антибиотики антибиотики первого выбора то есть никогда не экспериментируем и не назначаем допустим там антибиотики но я думаю что этим никто не грешит но все-таки важно об этом напомнить на 3-5 дней никогда не эффективно то есть меньше 7 дней это никогда не назначаем антибиотики но при инфекциях мочеводящих путей как правило это до 21 дней так по поводу антибиотикотерапии мы получили у нас мы получили результаты бакпасил чувствительность антибиотиков у нас определяется по классификации С СИР классификация СИР первая это восприимчивый антибиотик вторая это средневосприимчивый и резистентные антибиотики ну по данным исследований вот табличка есть это антибиотики которые используются вверху антибиотики которые используются как можно чаще и в левой колонке это то что высеивается как правило при моче при бакпасиле мочи и насколько чувствительны данные микроорганизмы к бактериям ну это данные которые были собраны при проведении исследований на наших кошечках ну это то что мы как бы берем во внимание но опять таки не назначаем до получения результатов бакпасила мочи ситуация когда усложненная можно сказать когда у нас несколько бактерий в у данной кошки присутствует например эшерихия и клепсиэла здесь мы уже смотрим допустим наше животное реагирует на аксиселинскую лавулау но клепсиэла тоже реагирует все супер мы назначаем и ну довольно таки на длительный курс то есть 21 день и через 14 дней делаем контроль мочи смотрим есть ли реакция потом через 21 день делаем повторный бакпасил мочи и опять таки оцениваем реакцию ну может быть так допустим что бактерии одна бактерия то есть назначаем 2 антибиотика либо же подбираем по табличке антибиотик который действует на 2 либо же 3 патогены которые могут быть у данного животного то значит табличка по антибиотикам я как бы не буду на ней останавливаться чтобы вам комментировать каждый антибиотик я опять таки уже говорила по поводу моксицерина что мы по новым данным его назначаем три раза в день и ну возьмите я не нас фотографируйте себе данную табличку я я ее пользуюсь это важно табличка была переведена и по многочисленным публикациям она доказана также я встречала часто что пациенты приходят с назначением энерфокцина то есть антибиотик первого выбора да он хорошо действует при инфекциях мочевыделительной системы но если у нас есть подтвержденные пиелы то это действительно антибиотик первого выбора но если же у нас инфекции нижнего отдела мочевыделительной системы то мы не назначаем энерфоксоцин он классно то что он выделяется с мочей в активной форме то есть он действительно действует но опять таки это антибиотик фрезерва точно так же как и марба как и орбифоксоцин орбифоксоцин я вам написала таблетарную форму но также он может быть в суспензе его не так просто найти поэтому мы как правило используем энерфоксоцин энерфоксоцин так дальше идиопатический цистит кошек возвращаемся возвращаемся к нашим 50-70 процентов циститов у кошек это молодые кошечки у которых идиопатический цистит то есть вот вы видите картину которая очень характерна для кошек с идиопатическим циститом это его можно даже сравнить с интерстициальным стерильным циститом который очень часто считается у людей то есть у женщин видите кровоизлияние на слизистой мочевого пузыря вот данная картинка и неинфекционная природа то есть никаких бактерий в анализе мочи может не быть но также может быть осложнение бактерию бактерий важно сказать что данный вид цистита он может быть сам по себе проходить через 2-3 дня такой как бы алгоритм диагностики что мы видим клинические признаки сдаем анализы мочи и далее мы уже идем по алгоритму по данному алгоритму исследуем ли мы далее и проводим либо мы проводим терапию либо же мы уже лечим непосредственно идиопатический цистит позже поскольку я уже много раз упоминала и ранее что идиопатический цистит это все не так просто это это синдром можно сказать что это синдром пандоры это сундук пандоры который мы открываем и никуда не знаем что там еще будет много очень предисполагающих факторов при установлении данного диагноза мы не идентифицируем какую-либо конкретную причину возникновения и всегда у нас вовлекается несколько систем организма за пределами пораженного органа то есть за пределами мочевого пузыря стресс-фактор у нас действует на головной мозг и посредством эферентной симпатической нейронов то есть симпатическая нервная система через ганглии дорсальные корешки спинного мозга по чувствительному нейрону импульсы передаются в мочевой пузырь и естественно выделяются гистамины субстанция различные противовоспалительные цитокины таким образом на мочевом пузыре под раздачу попадает мочеводелительная система и нарушение слоя гликозамин гликана который защищает нас мочевой пузырь он также истончается таким образом не все так просто при диапочистском состите но если взять под контроль данное заболевание то все может быть намного проще лечение диапочистский цистит у нас бывает двух форм он может быть обструктивный и не обструктивный вот рентгенография кошечки видите здесь утолщение стенок мочевого пузыря что очень так примечательно к данным заболеваниям какие же бывают обструкции при данном заболевании чаще всего наверное процентов 90-80 это то есть пробки ну по-русскому это струвиты плюс белковый матриц плюс белковый матриц со слизью вы очень часто можете увидеть что когда вы подозреваете у кошечки бактериальный цистит простите прокуретры вы берете допустим катетер который внутривенный обычный достаете пенис котика чаще это встречается у самцов и при манипуляциях вы видите ну при конечно же трубочкой катетером без стилета вы видите что там будет белый как осадок вот это вот есть наши пробки это самая частая причина закупорки травмы либо же структуры это чаще всего после катеризации инородные тела могут быть новообразование редко либо же идиопатическая обструкция очень редко но не стоит об этом забывать но и мы понимаем что идиопатическая это ну для нас очень такое как бы классно потому что мы не можем найти причину мы говорим вот у вас причина идиопатическая но конечно же в роботе а в таком случае потому что у нас всегда владельцы сказали что причина идиопатическая но на место потому поэтому я не очень любила идиопатические причины Итак, вот вы можете увидеть, что при нашем идеопатическом сети кошек возникает. То есть, например, это вот этиология. Допустим, у нас возникает преобструкция, это блокада уретры. Если она есть, кристаллы, которые есть в мочевом пузыре, диапатический цистит, влияние стресса. Видите, насколько утолщена стенка мочевого пузыря. И опять-таки, плотность мочи плюс активный бактериальный осадок, осложнение нашего цистита, который может перейти в бактериальный цистит. Терапия. Терапия диапатического цистита. Нам очень важно помнить, что исчезновение клинических симптомов может происходить самостоятельно в течение двух-трех дней. Конечно же, когда к нам приходит владелец, когда к нам приходит животное, которое испытывает дискомфорт, два-три дня ждать без какой-то либо терапии, но это как бы не очень гуманно, потому что животное испытывает дискомфорт и потому что владелец тоже переживает, ему хочется увидеть результат. Поэтому терапию мы все же назначаем. Первое, что нам нужно сказать, мы повышаем обязательно потребление воды, то есть мы разбавляем нашу мочу. Каким образом мы повышаем потребление воды? Мы должны помнить, что кошки любят фонтанчики, кошки понимают, что вода, которая является, то есть это может быть дождевая вода или уже отстойная вода, она вкуснее, чем обычная вода, которая стоячая в витни-миске. Окей, даем кошке возможность пить такую воду, как она хочет. Можем добавить сок тунца, который является там незначительным количеством соли, то есть кошка потребляет незначительное количество соли, она хочет больше пить, она пьет, моча разбавляется и вода вкуснее становится, она пьет больше воды. И мы берем влажный рацион, поскольку предпочтением является влажные консервы, поскольку они на 80% состоят из влаги. Анергезия. Мы важно понимать, что препараты по типу пенизолон, бексаметазон, анистероид, ГКС, они неэффективны. Уже было доказано, что неэффективны при идиопатическом цистите. Поэтому мы используем НПВС, это может быть мелоксикам или же хабинококсиб. Это препарат первого выбора, дозировки 0,1 мг на килограмм. Опиоиды. Берпиренорфин, бутерфанол, то есть каждые 8-12 часов. Если же у вас есть бутерфанол, то мы можем порос каждые 8-12 часов. Но сиреню давайте добавлять ее всегда, потому что одними свойствами ее это является обезболивание. 1 мг на килограмм подкожно. Опять-таки, если же у вас есть таблетированная форма, чего очень-очень, к сожалению, нет у нас. Я сейчас, наверное, обращаюсь ко всем компаниям, которые могут дать нам возможность в Украину завести таблетки сирени. Я была бы просто невероятно благодарна, как думаю, все коллеги с Украины. Либо же, в идеале, ну, конечно, если же владельцы там переживают, либо же, если у вас животное на стационаре, вводим сиреню внутривенную, может быть, на ИПС. Антидепрессанты, которые эффективны при диапатическом цистите, особенно если это не первый эпизод данного заболевания, это амитриптилин. Трициклический антидепрессант, он в гуманной медицине уже довольно-таки застарел. Антидепрессант не первого выбора у людей, потому что уже есть более новые, более современные антидепрессанты, и трициклики у людей, они имеют очень много побочных эффектов, которые встречаются довольно-таки часто. Например, одно из таких, как увеличить, всегда почти у 90%, наблюдается повышение уровня пролактина, набор очень сильного лишнего веса у людей. Кошек, к счастью, такого не наблюдается. Поэтому это не антибиотик первого выбора у людей. В то время как при диапатическом цистите, либо же при других заболеваниях у кошек, мы можем назначать амитриптилин, то есть трициклик. Дополнительно классно в этом антидепрессанте то, что он у нас обеспечивает энергезию. Также препарат обладает седативным эффектом, поэтому лучше его назначать на ночь. 2,5-7,5 мг на кошку, это как бы большие дозировки, честно скажу. Начинаем с более меньших дозировок, с самых-самых маленьких, которые только можем, и постепенно разгоняемся, смотря на эффект, будет эффект или не будет. Важно сказать, что при назначении любого антидепрессанта эффект мы увидим только в течение двух недель, через две или три недели применение данного препарата. Также из трициклика мы можем взять кламепромин, он более текилайтовый, чем амитриптилин. И из СИОЗа, препарат первого выбора, который я тоже очень люблю, у меня на нем хороший результат, это флооксетин. Один миллиграмм на килограмм пероз один раз в день. Идеально, то есть вы можете взять обычный флооксетин, то есть копеечный препарат, либо же проза, который, ну правда он там идет в капсулах, его неудобно делить, но можно взять таки флооксетин, то есть огромное количество препаратов флооксетина. Так, про две недели, про постепенное повышение дозы, я уже сказала о седации, о снижениях аппетита. Также важно помнить, потому что при назначении любого препарата и антидепрессантов также мы можем наблюдать данные эффекты, но не стоит их бояться, я вам сразу скажу, не стоит их бояться, потому что у любого препарата есть свои побочные эффекты. Также хорошо бы назначить габапентин, поскольку он снимает и нейрогенные боли, и до назначения антидепрессантов это будет очень классно, потому что он работает очень-таки быстро, то есть 50 миллиграмм на кошку, такая средняя дозировочка, один раз в 8 на 12 часов. Назначаем до того, как можно сказать, разгонится антидепрессанты. И может даже вам не понадобятся они. Так, к предыдущему слайду я вернусь после этого, потому что я вам уже рассказала об антидепрессантах, потому что, как правило, диапатический цистит – это рецидивирующее заболевание, но мы никогда не начинаем с антидепрессантов, мы с анальгезией, с минимизацией стресса мы можем назначить альфа-казазепин, то есть это генерализованные молочные белоки, L-триптофан, то есть там именно кислота, пришествие у них серотонина. И вот эти препараты, то есть препарат зилкем, допустим, это L-триптофан, они очень положительно влияют на головной мозг кошки, и они обладают успокоительным действием. Также мы можем назначить препарат кальм-веточки, хорошо кошки на него реагируют. То есть это лайтовая такая терапия, прежде чем мы приходим к терапии антидепрессантами. Итак, продолжим. Поскольку у данной кошки могут наблюдаться спазмы уретры, при необструктивном, поскольку диапатический цистит, я напоминаю, может быть обструктивный, необструктивный, мы видим, у нас кошка с обструктивным идиопатическим циститом. Мы назначаем спазмолитики данной кошки, то есть было бы хорошо назначать спазмолитики. По значительным публикациям и по исследованиям, которые используются в мире, это такие, как спазмолитики, которые привернуты прозозин, дантролен и феноксибензамин. Это спазмолитики с доказанной эффективностью. По поводу того, что иногда мы используем ножку, то есть бетаверин, либо же папаверин. Но, скажу честно, я не нашла ни одной публикации по поводу использования данных спазмолитика в мире, поэтому я не могу ничего говорить. Не хочу и не могу, потому что оно не доказано. И очень интересным для меня было, скажу честно, не пробовала, но я хочу попробовать очень-очень. Это действующее вещество отрокуриум безалиат, которое мы можем вводить непосредственно в мочевой пузырь. У кошек с артериальными плаксами, с вот этими вот закупорками мочевого пузыря, чтобы убрать спазм мочевого пузыря. При обструкциях, вот вы видите, рабдоминизированное исследование, которое было проведено, и очень были хорошие в данном моменте результаты. Поэтому я бы очень хотела попробовать. Исследования проводились на самцах. По модификации внешней среды. Я бы хотела здесь сказать, что диета у нас играет, ну вот, филивы и феромоны кошек, устранение стресс-факторов, модификация внешней среды, это то, о чем мы уже поговорили, по диета-терапии. Конечно же, кормом выбора это является на уринаре, при патологии мочеводелительной системы, но здесь мы можем смотреть, насколько у нас поражена именно мочеводящая система. Также мы можем использовать корм КАМ, о котором мы говорили в контексте стресса у кошек. То есть это один кокис лайфхаков, то есть мы используем корм КАМ, в котором уже включены вещества, такие как альтриптофан и альфа-казазепин, также гликозамин гликаноза для восстановления защитного слоя мочевого пузыря. Мы используем корм КАМ, в котором уже есть эти добавки, ну и естественно, это анальгезия, которая нам будет нужна, и при обструктивном цистите, это спазмолитики, и мы можем даже обойтись без дополнительного назначения противооспалительных средств, простите, противотревожных средств у кошки. Лечение при обструкции уретры. Установка постоянного катета не всегда нужна. Это очень-очень важно напомнить. То есть вот вы видите типы катетеров, которые мы можем использовать. Я как бы хочу сказать, что при катетеризации уретры у нас всегда, даже если это не установка постоянного катетера, у нас всегда будет раздражение уретры, будет спазм уретры, и после излечения будет повторная обструкция уретры. Правило. Поэтому поставили катетер, лучше все же без стилета брать катетер, потому что они мягкие, и они не так травмируют уретры. Промыть теплым раствором физиологии. Я еще раз говорю, теплым раствором физиологии и все. И вынуть данный катетер. Хорошо вымыть все и вынуть катетер. Не подшивать, и чтобы наша кошка не ходила с этим катетером неделями. Потому что мы потом на рецидивно толкнемся на стиктуры уретры, и нехорошо это все дело. Какие же у нас показания катетеризации, катетеризации, когда нам нужно подшивать катетер и устанавливать его на продолжительный период времени. Это когда у кошки есть азотемия, то есть повышение мочевого креатинина, азотемия мочевого пузыря, уролитиаз и невозможность полного вымывания осадка из мочевого пузыря. из мочевого пузыря. Нам очень важно у blocked cats, blocked cats это кошки с блокированием уретры, нам очень важно стабилизировать данного пациента. То есть мне важно сказать в контексте данного, что у данных животных, как правило, наблюдается гиперколемия. Здесь вы видите картинку ЭКВ у котика с гиперколемией. Обязательно проводим контроль данного осложнения, потому что мы можем потерять данное животное. При гиперколемии мы кардиопротективную терапию назначаем, то есть это глюканат кальция, вы видите дозировки в течение 10-20 минут, и глюкоза болезненно вводим, можем также добавлять инсулин. То есть как это все работает? Глюкоза, она стимулирует высвобождение эндогенного инсулина, способствует усвоению калия клетками, то есть калий не выходит в пул, не выходит в кровеносное русло. И разбавляем раствор глюкозы, что очень важно сказать. Да, потому что на 20% глюкоза он демонстрированный раствор, мы понимаем это все. Добавление инсулина работает таким же образом, но требуется очень тщательный мониторинг гипогрекемии и соответствующие добавки глюкоза. То есть нам важно сказать владельцам, и важно самим понимать, что пациент такой будет стационарный у нас. Контроль обязательно. Контроль мочевины, катинина, электролита, то есть хоть калия, это must have, ну и других также электролитов, ну и газов крови тоже важно контролировать. Антибиотикотерапия только при подтверждении воспалительного процесса и бактериоли, как бакпосевы проводим. Мочу для бакпосева всегда берем путем цистоцентеза. Но если же, допустим, вы поставили уже катетер и быстро собрали мочу катетером для бакпосева. Пришли результаты, мы ориентируемся на вот эти вот значения, которые вы видите здесь. Они нам будут информативны. То есть если концентрация бактерий вот такая вот у самцов и у самок, то мы можем понимать, что действительно у нас есть данная бактерия в мочевом пузыре. На это тоже важно ориентироваться, потому что в данных единицах концентрация бактерий, она у нас будет на бланке, который вам придет по результатам бакпосева. Соответственно, самое главное нам устранение на первой причине и стабилизация данного пациента. По поводу типа бурролитов. Как правило, в нашей коже чаще всего встречаются струевиты и кальция оксалаты. Вы видите, что вот такая табличка, что предшествует возникновению данного типа бурролитов. При струевитном бурролитеазе моча, как правило, у нас будет нейтральная, либо же щелочная. Соответственно, нам ее нужно подкислять. То есть в данном типе диета, диета выбора будет уринари, то есть при заболеваниях мочеводящих путей. Если же у нас кальция оксалаты, но ни в коем случае нельзя подкислять мочу дополнительно, поэтому форма выбора будет ринари. И здесь по различным веществам я также как бы сделала сводную табличку, что будет повышаться и понижаться, чтобы мы, не дай Бог, не сделали хуже и не добавили, допустим, контролировали содержание того же магния, контролировали содержание фосфатов, мочи, цитратов и удельный вес обязательно. Также очень важно сказать, что была замечена породная предрасположенность, что к струвидному уролитиазу у нас предрасположены кошки ориентальной породы и кальция оксалаты, это курс бурма, перси, гималайская, но не всегда, потому что в последнее время у меня очень часто это обычные кошечки двортерьеры, то есть породная предрасположенность у собак, наверное, играет большую роль, чем у кошечек. Средний возраст, но и повод также, видите. Так, вот по поводу диетотерапии я уже сказала. Важно нам контролировать pH мочи и контролировать содержание магния, фосфора и таких добавок, как при оксалатном типе уролитиаза мы обязательно контролируем содержание кальция в корме и витамина D, то есть кальция не должна быть дополнительно и витамина D. вот вы видите, ну, на картинках это, в принципе, то, что вы видите всегда, что можно увидеть по микроскопам, это наши кристаллы ночи и предпочитительно, конечно же, влажный корм, влажный тип корма и поощрение питья. Какая эта терапия, я вам хочу сейчас рассказать, но как бы по уриналию. Что как бы ново и что как бы очень важно, что незначительно повышен натрий в данном рационе, что стимулирует кошечек пить больше воды, это очень важно. Жирные кислоты повышенные у нас и витамин С, его нет в рационе, потому что он является прекурсором образования кальция к салатам. Это очень важно контролировать, потому что, ну, самостоятельно диету вы никаким образом не сбалансируете. Что мне очень понравилось, что сейчас вышли диеты на предпочтение данной кошки, на предпочтение у кошки, то есть это влажный тип рационов. Одни кошки предпочтают кусочки в соусе, другие предпочтают паштеты, которые содержат очень много влаги и, соответственно, кошка пьет, получает больше воды, даже если ей не хочется пить воды, она ее уже получает, поэтому идеально, как бы, что ваша кошка любит, но всегда я предлагаю. То есть, либо же кошки, либо же паштеты, либо же и то, и другое, в сочетании с сухим формом. Как я уже сказала, что одним из предрасполагающих факторов возникновения, ну, я по-почти, это так точно, это и является лишний вес у кошек, поэтому важно, нам очень важно, у таких кошек, поэтому изобретать форму надо рейд калориус. То есть, диетерапия, повышение потребления жидкости уже способствует растворению струлитов у данной кошечки и предупреждает рецидивы струлитного уролитиаза при наличии кальциях, салатов, предупреждение рецидивов, и при идиопатическом цистите мы все-таки отдаем предпочтение влажной диете, и либо же можно также пробовать диету ком, ну, как бы, комбинировать, опять-таки ориентируясь по анализу мочи. Противопоказания это являются хроническую болезнь почек, когда нам ни в коем случае нельзя подкислять мочу, сердечные заболевания, когда необходимо ограничение натрия, и одновременный прием препаратов, которые подкисляют мочу, потому что данная диета, она сама по себе подкисляет мочу. Ну, и, конечно, рост, беременность, лактация, когда животному нужны дополнительные нутриенты, чтобы нормально развиваться, либо же нормально кормить свое потомство. Нутритивный состав диет при заболеваниях мочеводящих путей. То есть мы можем увидеть, что диета по всем, как бы, микро- и макроэлементам и по всем нутритивным параметрам белки, жиры и углеводы, она очень довольно-таки сбалансирована. То есть оптимальное количество белка, жира, клетчатки с углеводом она есть. В то время как уринария СО, то есть корм, который назначается при уролитиате, довольно-таки повышено, ну, незначительно, но повышенное количество натрия, чтобы наше животное довольно-таки больше пило, что является плюсом в назначении данной диеты. Поэтому, в принципе, на месяц, как минимум, а то и больше мы можем назначать данную диету, не волнуюсь за последствия. Итак, ключевые моменты, которые мне бы хотелось вам повторить, чтобы вы понимали, как, ну, это, конечно, тема очень-то довольно-таки длительная, но все же, я постаралась сделать ключевые моменты для вас у кошек с заболеванием мочеводящих путей. Только у кошек возможна восходящая инфекция мочеводящих путей. То есть, если мы видим, что инфекция в мочевом пузыре, уретра, то есть нижнем мочеводящих путей, обязательно берем под контроль, потому что у нас есть развитие пиелонефрита, что будет очень плохо, если мы не возьмем у кошки лавру уринари тракт-дизиз под контроль. Соответственно, мы предотвращаем расходящую, либо же системную инфекцию, не допускаем возникновения пиелонефрита. Терапия инфекции мочеводящих путей, два ключевых фактора, это элиминация бактерии плюс снижение образования струвидных уролитов, потому что струвидные уролиты плюс бактериальный рост, это цистит, бактериальный цистит, который у нас будет рецидивирующим и который будет усложненным. Предотвращение рецидива заболеваний мочеводящих путей, опять-таки, сто раз подумаем, прежде чем ставить катетер на постоянной основе нашей кошки и контроль сопутствующих заболеваний. Также не допускаем антибиотикорезистентности, о чем я уже сказала ранее, то есть начинаем с наиболее лайтовых антибиотиков у кошки. Ну, хотелось бы мне немножко остановиться на собачках, потому что Роял Канингл разработал уникальную диету для собак, которую я вам скажу позже, это очень важно сказать вам, потому что одну проблему мы устраняем так точно, либо же профилактируем, но об этом мы тоже. Ну, как правило, у собак, в сравнении с кошками, кальция оксалата, струевиты по типу кальция оксалата, они составляют 45, более 45%, что довольно-таки почти половина всех уролитов. Струевитом немножечко меньше, 3-2% уратов, ну и другие камни, это 15,5%. Хорошо очень то, что только при соблюдении диеты и поощрении жидкости мы убираем суперсатурацию мочи, то есть и разбавляем мочу, растворяем наши кристаллы, и что достигается, у нас достигается ремиссия у данного пациента. Ну, здесь вы видите, как бы, такой патогенез, картинка в схеме, что, как бы, показывает, каким образом у нас, то, что я, как бы, рассказала, и каким у нас образом развивается уролитовая собака. Как правило, струевитная уролита у нас состоит из магния, аммонии и фосфатов, которые чаще всего в щелочной мочи формируются. Какие же основные виды диет для собачек? Это уринария эсо, ну, такая же для кошек, только это для собак. Но важно то, что это для собак больших и для собак мелких пород. Различие составляет это размер пакетов, потому что, ну, конечно же, нашему маленькому йорку, либо же другим породам, которые расположены уролитиазу, будет неудобно грызть кракеты, которые, допустим, для долматинов предрасположены, предназначены. Значит, при струевитном уролитиазе мы достигаем растворения и предупреждения рецидивов, и при кальциооксалатах предупреждения рецидивов. Также успешно используем данный тип диеты при бактериальном частице. Противопоказаниями являются клиническая болезнь почек, сердечные заболевания и одновременный прием препаратов, предпочтающих мочу. Также есть диета urinary moderate calories, то есть это используется у животных с лишним весом, потому что очень часто мы видим собачек, которые, залюбленные владельцы, имеют лишний вес. Хотелось бы сказать немножечко о патогенезе, что при бактериальном соседине, который часто встречается у собак, у нас изменяет состав мочи, воспаление слизистой стенок слизистой мочевого пузыря, что является одним из факторов образования камней струевитов и оксалатов кальциям. Также диета для гериатрических пациентов, то есть с возрастом эпизоды уролитиаза у собак, они учащаются, поэтому мы берем для хроников, как правило, aging 7, то есть уринарии для собак старше 7 лет. Итак, уникальный рацион для профилактики уролитиаза. Значит так, я к этому слайду вернусь позже, потому что я бы хотела немножечко вам рассказать о патогенезе. О патогенезе данного заболевания, потому что она является для нас очень таким важным в контексте собак. Некоторых пород, такие как далматинцы, либо же бульдоги английские, но это первоначальцы данного заболевания, потому что у них есть генетический дефект, а вот основная рецессивная мутация генетранспортера мочевой кислоты, значит это у этих собак. Поэтому у них было впервые выявлено данная мутация. Но также мы можем увидеть данное заболевание и у других пород собачек. Как же происходит нарушение метаболизма ПИМ? Поревновые основания это продукты метаболизма ДНК и РНК. Вот вы их видите, аденин, гуанин, гипоксантин, урата аммония, натрия и так далее. И лантеин. Каждый из этих катаболитов, он по-разному проявляет склонность к образованию уролитов. Синтез ПИМ сам по себе, он происходит в печени. В данном синтезе у нас участвует фермент уриказа, который включает переработку гуанина и гипоксантина. Конечным продуктом метаболизма является алантаин, который, как правило, хорошо растворяется в моче, тогда как мочевая кислота и гипоксантин нет. Таким образом, мы видим формирование данного типа уролитов. И, как я уже сказала, о аутосомно-генетичной, рецессивной мутации генотранспортера мочевой кислоты, которая снижает захват мочевой кислоты в печени и резорпцию в максимальных канальцах почек. Фактор риска развития уротного уролитиаза. Это повышенная экскреция почками и концентрация мочевой кислоты и ионов аммониев в моче, повышенная концентрация этих соединений в моче, ацедурия, высококонцентрированная моча, дефицит ингибиторов образования уротных уролитов, генетическая предрасположенность. И я хочу напомнить вам, что если мы видим в осадке моче урот и аммония, либо же при уролитиазе мы берем камень наше исследование, подтверждаем, что это урот и аммония, обязательно проводим диагностику портосистемного шунта, хотя бы меряем уровень желчных кислот и аммиака в крови, чтобы, не дай бог, не пропустить портосистемный шунт у данной собачки. И также важно это сказать у котов, потому что у котов, конечно, очень реже намного встречается, но у меня был случай портосистемного шунта у маленького котенка, поэтому никогда не забывала о кошках. Возвращаемся к нашей диете. Значит, показания в диете уринария УЦ. Это метаболический уролитиаз, то есть метаболическое нарушение камней. Это ураты, ксантены, цистены. Предупреждение рецидивов гиперурикозурии. То есть одной лишь диетой мы предупреждаем рецидивов заболевания, обмена веществ. Это очень важно. Предупреждение риска развития рецидива уролитиаза у собак с лейшманиозом, которые получали терапию ингибиторами ксантиноксидазы. Например, алопуринол. Это тоже очень важно сказать, потому что алопуринол в норме. Вот вы видите здесь сейчас алопуринол. Он преобразуется в осипуринол, что дает нам предраспосылки к формированию уролитиаза, что не так критично для людей, в принципе, с метаболизмом данного вещества, но критично все же для собак. Поэтому действительно диета является уникальной. Конечно же, не буду останавливаться на терапии данного заболевания, но диета здесь must have в терапии собачки с такими нарушениями. Простите, спасибо вам огромное за внимание. Здесь у меня котик на всю картинку, поэтому не видно слов. Но я хочу, чтобы ваши котики всегда были, ну и собаки тоже всегда были такими счастливыми. Я вам всегда буду помогать, поэтому обращайтесь. И будем профилактировать и лечить заболевания не только мочевыводящей системы, но и других заболеваний мочевыводящего тракта. Еще бы мне хотелось, но это то, что я хочу сказать, поскольку кормов очень много сейчас на данный момент, и приходят пациенты, допустим, без каких-либо заболеваний, там просто с молодыми кошками, просто с котятами, либо же с животными различных пород, им хочется понимать, чем кормить кошку. Вот, допустим, у роялханина очень много кормов для определенных пород. Мне бы очень, как бы, вот, ну, это моя инициатива, мне хочется рассказать, каким образом влияют они на данных животных, действительно ли стоит назначать эти, какие корма, какие особенности. Ну, вот, что бы вам было актуально, я бы очень хотела, либо же на почту, либо же в соцсети Facebook, либо же ко мне лично обращайтесь, пожалуйста, что вам хочется о диетотерапии таких животных, либо же о лечении таких животных, вообще любых животных, кошек в частности, услышать. Я подготовлю любыми путями лекции, чтобы провести, и чтобы для вас это было в первую очередь полезно. Спасибо вам огромное заболевание, я жду от вас за, простите, спасибо за внимание, жду от вас фидбэк. Мне очень было приятно, что вы уделили для меня это время. Спасибо. Спасибо вам большое за заболевание. Смотри, я сделала, да, это я с вас тоже так, знаешь, я разговорилась, но мне актуально. Я хочу предложить Роялу, у них очень много там для британцев кормов, для Минкунов. Люди очень часто спрашивают, а вот, а можно кормить, нельзя? Но я разберусь в составах этих кормов, когда мы разберем уже все диеты, то можно будет им сказать и тоже пропиарить эти корма. Хорошо, я передам. Спасибо тебе большое. Много было? Да, очень мне понравилось. Все понятно, спасибо. Спасибо, давай пока. Да, хорошего дня, пока. Взаимно.